Отдельный привет всероссийскому обществу инвалидов в отделении Тюмень, Кравченко, Евгений Константиновичу. У нас довольно-таки узкий круг, это такая большая семья баскетбола на колясках. На площадке, скажем так, было больше справедливости. Человеку присваивается определенный балл в зависимости от степени поражения. Из самых таких суровых мужских паралимпийских видов спорта всех приглашаю на наши турниры. Всем привет! Евгений, приветствую тебя! Привет, Андрей! Привет! Меня зовут Клиндухов Евгений, я судья коллеги баскетбольных арбитров в Санкт-Петербурге. Ну, давай начнем с того, чем ты занимаешься в Санкт-Петербурге и как долго? Я работаю арбитром в Российской Федерации Баскетбола в чемпионатах России. Я конкретно судьей, я работаю с 2014 года, работаю в чемпионатах России. А что стало причиной выбора профессии? Ну, я 17 лет был игроком. И, ну, как это у нас часто бывает, в процентах, наверное, 70, все игроки приходят в судействие за травм. Так, было у меня, была травма колена, разрыв крестообразных боковых и низков. После этого я просто не смог продолжать играть. И спустя какое-то время я узнал о том, что есть школа молодого арбитра в Санкт-Петербурге. На тот момент руководил я Илья Викторович Путенко. Вот, написал туда письмо, меня с радостью приняли. И вот так я оказался в судействии. То есть ты один из выпускников как раз школы баскетбольного арбитра? Да, совершенно верно. Отлично. Ну, хоть вот наша аудитория сможет познакомиться с представителем, который добрался в итоге до профессионального уровня, с воспитанником школы баскетбольного арбитра. Да, да, все было именно с нуля. А где играл? Я на тот момент учился на Украине, в Винске государственном педагогическом университете. И если брать параллель между российскими чемпионатами, это была первая лига, как у нас, Суперлига 2 у мужчин. Также в студенческой лиге параллельно мы играли. Поэтому играли в двух лигах. Ну вот начать я хочу с того, что, насколько мне известно, ты судишь не только обычный баскетбол, но и баскетбол на колясках. И тема сегодняшнего как раз нашего разговора – это баскетбол на колясках. Расскажи, пожалуйста, как ты дошел до этого? Да, все верно. Я сужу баскетбол на колясках. Считаю его одним из самых сложных и интересных в их спорте. Попал я туда, если мне память не изменяет, в 2015 или 2016 году. У нас есть традиционные турниры, ну так, чтобы всем было понятно, регулярного чемпионата в России. Как такового нет баскетболистов на колясках. У них есть туровая система, они играют всего лишь в округах за год. Следовательно, игровой практики у них очень мало. И поэтому у них есть традиционные ежегодные турниры в Санкт-Петербурге. Раньше их было два, сейчас это один. В Казани, в Тюмени. Вот проводятся такие турниры. И у нас, как правило, в мае месяце всегда был первый турнир, и в августе второй в Санкт-Петербурге. И наша комиссия назначения предложила попробовать себя в этом виде спорта. Поэтому я согласился. И вот в 2015 году, в мае месяце, это был мой первый турнир, первый опыт баскетбола на колясках. То есть уже шесть лет у тебя стаж? Да. Я приблизительно в одно и то же время начинал как в обычном баскетболе, так и в баскетболе на колясках. А у вас много таких специалистов? Конкретно в Санкт-Петербурге? Ну, давай хотя бы для начала в Санкт-Петербурге. Регулярно работает на баскетболе и на колясках. Ну, если говорить про регулярность, то таких людей на турнире у нас есть узкий круг определенный. Условно это 5-8 человек. Но каждый год, в принципе, дается возможность молодым арбитрам попробовать себя в этом виде спорта. Не все с ним остаются. Но, скажем так, у нас есть в общей сложности, наверное, человек 15, которые могут работать в этом виде спорта. Какие основные отличия в правилах по сравнению с обычным баскетболом? Если мы говорим конкретно о правилах, если мы возьмем площадку, разметку, мячи, оборудование, все, что необходимо, это все то же самое, что и в обычном баскетболе. Что касается правил, они такие же, трехочковая линия такая же. Все идентично обычному баскетболу. Наверное, самое основное отличие от обычного баскетбола в баскетболе – на колясках каждому игроку присваиваются классификационные баллы. Я думаю, что мы сейчас позже более подробно о них поговорим. Это, скорее всего, самое главное отличие. Так, вот давай тогда и про баллы, и сразу и поговорим. Что это вообще такое? Да, это вид спорта людей с инвалидностью. Соответственно, поражения бывают разные. Есть условный ампутант, который, скажем так, полностью физически здоров, но, предположим, не имеет. У него ампутация, допустим, ниже колена. Это человек, который может спокойно двигаться. Как правило, у него есть протез, он даже может самостоятельно ходить. И это физически сильный, как человек. И есть люди, которым, допустим, поражение спинного мозга, поражение спины, где человек практически не двигается, ему гораздо сложнее, скажем так, принимать участие в играх, в тренировках. Соответственно, чтобы усреднить и чтобы на площадке, скажем так, было больше справедливости, человеку присваивается определенный балл в зависимости от степени поражения. Баллы бывают от одного, полтора, два, два с половиной, три с половиной, четыре с половиной балла. Вот на площадке одновременно по правилам скейбола на колясках может находиться 14 баллов. То есть игровая пятерка в сумме должна иметь не больше, чем 14 баллов. Есть иногда отличия, когда, допустим, товарищеские турниры или турниры больше любительские. В регламенте можно указать, что 14,5 или 15 баллов можно, чтобы было. Но если мы говорим конкретно по правилам IWBF, это 14 баллов. А IWBF – это что такое? Это Международная федерация скейбола на колясках. – А кто определяет вот эти баллы? – Комиссия, классификаторы так называемые. – Давай поподробнее про вот эту комиссию. Кто в нее входит, специалист из какой области? Комиссия работает на регулярной основе или она собирается от случая к случаю? – Ну, опять же, я так понимаю, мы сейчас будем говорить про Россию. У нас такая комиссия в составе двух человек – это старший тренер сборной России и непосредственно лицензированный классификатор, то есть это два человека. Естественно, этот человек обязательно должен быть с медицинским образованием для того, чтобы правильно и точно все это определить. Более того, он должен пройти специальные семинары, получить лицензию для того, чтобы это делать правильно, согласно всем регламентам. – Значит, по поводу встреч, они, как правило, обязательно являются, допустим, раз в год на чемпионате России, в принципе, классификаторы присутствуют постоянно, но также, помимо, скажем так, основных таких встреч, иногда можно пересмотреть игрока. То есть, что, как правильно объяснить, значит, что такое пересмотреть? Во-первых, допустим, с определенной степени поражения, как правило, игроки и тренеры просят получить балл пониже, соответственно, чтобы был больше зазор. И здесь, скажем так, начинаются небольшие трения, но с точки зрения по бумагам, с точки зрения заключения врачей, предположим, они хотят три балла, а не три с половиной, это можно сделать, потому что есть определенное заключение. Но классификатор смотрит тебя на площадке, там ты халтурить точно не будешь, и там ты забудешь про все баллы и будешь выкладываться на полную. И вот если видно хорошо, что игрок довольно-таки в уверенности себя чувствует на площадке, три балла ему точно присвоят, ему присвоят три с половиной. Поэтому классификаторы присутствуют на игре. Более того, если человек получил определенную травму и начинает свою деятельность, как говорили на колясках, ну, как правило, он физически слабее, потому что он только пришел, он, скорее всего, только учится, он не сумел, скажем так, должным образом еще набрать форму, и он может получить балл ниже спустя время, спустя тренировки, а тренировки довольно непростые, прохождение сборов, кто-то попадает в сборную страны, люди крепнут, люди становятся физически сильнее, и в таких случаях нужно пересмотреть классификатору баллы, и, возможно, человеку добавить, потому что он стал физически сильнее. Вот такие вот нюансы. Игрок может сам инициировать пересмотр, например? Ну, игроку это невыгодно, поэтому, естественно, ничего он инициировать не будет, но, скажем так, у нас довольно-таки узкий круг, это такая большая семья баскетбола на колясках, все хорошо друг друга знают, все хорошо знают свои баллы и видят. И вот, если видно, что человек физически становится лучше, как правило, даже в первую очередь старший тренер сборной России будет смотреть и пересматривать баллы, которые были перед этим у данного игрока. Получается, что во время игры люди должны, ну, наверное, судьи или секретари контролировать количество баллов на площадке. Да, согласно правилам, за это ответственный у нас секретарь. У него есть определенный список классификационный, где четко видны все баллы. И также в правилах Чу сказано, что игрок, который выходит на замену, помимо того, что, как в обычном баскетболе, достаточно восстановить визуальный контакт с секретарским столом и сказать, что это замена, в баскетболе на колясках ты еще должен сказать, кого ты меняешь обязательно, какой номер, чтобы пока идет замена, судья-секретарь смог быстро пересчитать количество баллов, чтобы все было в порядке. Ну, и в современном мире у статистиков в программе заведомо уже внесены все баллы. И когда они совершают замену, то есть там внутренний калькулятор считает это гораздо быстрее. Ну, то есть он может помочь секретарю в случае, если там будет перебор. Ты говоришь, что у колясочников также есть и трехочковые. Вот, например, мы хорошо знаем, сидя забивать даже из-под кольца тяжело. Они забивают трехи с трехочковых, с полноценных сидя на коляске. Сидя, делать все гораздо сложнее. И тот, кто не знает, и хорошо, что не знает, даже, наверное, не представляет, что это такое. Но помимо трехочковых, вот я, понятно, сейчас такое время пандемийное. У нас все турниры, как правило, с закрытыми дверями, то есть это все не посмотреть. Но в будущем я надеюсь, что все у нас пройдет. Поэтому я всех приглашаю на наши турниры. Есть куча информации в социальных сетях, есть группы. То есть это найти нетрудно. И если наши турниры будут жить, и условно в следующем мае или в августе, когда они будут происходить, я предлагаю всем лично посмотреть, как люди забивают не только трехочковые, а базеры с середины, или трехочковые с отклонением на последних секундах. Будущий надбанк, они все в падении бросают и забивают. Это, мне кажется, того стоит, чтобы посмотреть это в обычном. Ну, это, на самом деле, очень суровые мужчины, получается. Физически крепкие. Ну, понятное дело, что они в определенных вопросах нам проигрывают, но все равно сила нужна серьезная, чтобы вот такие вещи совершать. А насколько вид спорта травмоопасен? Ну, скажем так, это, наверное, один из самых таких суровых мужских паралимпийских видов спорта, потому что помимо огромной физической силы, тут еще нужна и смелость, потому что это коляски, это большое количество контактов коляски в коляску, и это руки, которые толкают колеса. Эти руки могут условно-случайно, особенно у начинающих игроков, которые еще менее опытны, попасть банально между колес, и это могут привлечь серьезные травмы, поэтому здесь, безусловно, нужна смелость, здесь постоянные искры колеса в колеса. И помимо этого, как бы, случается довольно-таки часто падение, потому что это тоже зависит от коляски. У игроков-импутантов коляски немножко повыше, потому что они могут более лучше координированно себя вести, а у игроков с поражением, допустим, спины, коляска должна быть, наоборот, пониже, чтобы менее устойчив. И вот из-за этого баланса иногда происходят падения, контакты. Причем для незнающего человека такой контакт окажется просто чем-то вопиющим на площадке, а те, кто знают правила, поймут, что это обычно нормальный контакт, все в порядке. Поэтому смелость здесь надо иметь очень сильный, приличный. Это да, и характер серьезный. Безусловно, безусловно, мужской, по-другому никак. А коляски каким-то стандартам соответствуют? Или можно пойти и там любую купить? Нет, нет, конечно, существуют стандарты. Это коляски спортивные, это колеса под определенным углом. Ну, скажем так, вот этих прям совсем нюансов я не могу сказать, потому что, честно, не владею информацией. Я знаю одно, что они безумно дорогие. Они, по-моему, стартуют только от 300 тысяч, то есть это еще и не так просто. Вот. И есть определенный бренд, который, есть определенные требования, минимальные, скажем так, которые должны быть в коляске, потому что там высота колес, высота сидения, крепления. Это все регламентировано, то есть это все так же проверяется, как правило, перед началом соревнований, чтобы тоже не создавать себе дополнительные какие-то нелегальные условия, там, чего-то где-то сделать, ну, условно, схитрее. Вот. Это все, конечно, есть. По поводу ведения хотелось бы еще узнать. Как вот осуществляется ведение? Там же надо и мяч вести, и колеса крутить. Вот. Подробнее расскажи, пожалуйста. Да, все верно. Тут все просто. Это правило, раздел правил. Его можно увидеть любой, там, зайдя на сайты, посмотреть. Все очень просто. Игрок может вести мяч, и потом, когда он, как правило, кладет его себе на ноги, он обязательно должен толкаться, потому что ему нужно двигаться. Так вот, таких толчков он может сделать два. После он должен обязательно либо перейти на ведение, либо он сможет отдать передачу. Но не больше двух толчков. То есть, если условно идет ведение, мяч мы положили себе на ноги, толкнулись три раза, это пробежка. Если два, все в порядке. А вот получается, что колеса должны быть как независимой оси, правильно? Чтобы, если он одно колесо толкает, то он просто поворачивает. Да, да, все верно, все верно. А двойное, тройное судейство применяется? Да, конечно. Все зависит от уровня соревнований. Как правило, если мы говорим, опять же, про наши турниры, лично я принимаю участие регулярно в наших турнирах, было на коляске в Санкт-Петербурге, и меня всегда приглашают в город Тюмень. Отдельный привет Всероссийскому обществу инвалидов отделения Тюмень, Кравченко, Евгения Константиновича, которые за свой опыт традиционного турнира стали большущими профессионалами. Мы с удовольствием к ним приезжаем и работаем с удовольствием. Какие успехи у петербургской команды, Баски, да, в Петербурге команда называется? Да, все верно. На российской арене. Правильно, они называются ЦОП, Баски, Санкт-Петербург. Такая команда есть, это наша команда, все правильно. На данный момент это действующие чемпионы России. У нас как раз сейчас в преддверии, если мне память не изменяет, 26 числа в Московской области стартует второй круг чемпионата России, где наша команда будет отстаивать свою честь. Ну, интересно будет посмотреть, понаблюдать за этим. Я перебью, я как раз перебью, Андрей, да, извини. Будут трансляции на сайте Российской Федерации баскетбола. Единственное, там раздел другие игры, не чемпионат России, там другие игры. Там всегда есть полная статистика, трансляции, все это будет, все это можно будет посмотреть. Поэтому пока баски чемпионы. Отлично. А какие успехи на международной арене? У нас 19 июня этого года в Афинах, Греции был чемпионат Европы, где наша сборная России принимала участие. Мы, к сожалению, пока играем в дивизионе Б, в А все никак не можем вырваться, но я надеюсь, что в скором времени мы все-таки окажемся там. Пока мы пятые. Пока мы пятые на сегодняшний день в чемпионате Европы. А когда следующий, ближайший чемпионат? Сказать не могу, потому что из-за всем известных причин пандемийных сроки всегда меняются. Очень много поменялось дат. Отменились турниры. Помимо обычного классического баскетбола на колясках 5 на 5, присутствует G3 на 3. Мы тоже играем. Очень сильно развивается. И вот последний чемпионат мира должен был быть в Таиланде. Летом он, к сожалению, отменен. Поэтому трудно сейчас сказать по сроку. Все это меняется. Чтобы просто заблуждение не вводить, я не смогу ответить. Это вопрос более корректный. Я даже не ожидал, кстати, что-то не подумал, что 3 на 3 же тоже вполне нормально. А ЦОП баски 3 на 3 еще не собрано? Официальных соревнований пока у нас таких в России не было. Есть любительские турниры. Поэтому там принимают участие команды смешанные. То есть ребята просто те, которые дружат, создают свои команды. Поэтому сейчас такой более конкретики никакой нет. Я знаю, что огромное внимание уделяют команда из Казани «Крылья Барса». Есть у нас такая команда. Тоже их большой всем привет. Они очень большое внимание уделяют баскетболу 3 на 3. Сейчас они были в Польше на турнире классическом. Вот я знаю точно, они стали первые. Это был международный турнир в упорной борьбе. Мы победили. И параллельно, два этапа, там еще был турнир 3 на 3. Но, к сожалению, результаты я не знаю, пока еще не видел. Ну, на самом деле, суровые мужчины. Молодцы, с сильным характером. И во многом можно смело на них, с них брать пример. И нам тоже, я считаю. Спасибо тебе за... Это верно. Спасибо тебе за то, что ты рассказал нам эту тему. Пожалуйста. Очень интересно. Пожалуйста. Ну, а на этом на сегодня все. До новых встреч. Всего доброго. Продолжение следует...